Парни из стали. Окраина Москвы 90-х одержала жестокая и циничная банда. Одну из самых грозных банд того времени. Своим могуществом и успехом в борьбе с конкурентами Ореховские во многом были обязаны крайне эффективному тандему с Медведковской ОПК, который возник на заре 90-х в спортзале, оборудованном в бомбоубежище на севере Москвы. И пускай в ОПС эта банда считалась младшей сестрой, в ее истории было все. От кровавых расправда коварных предательств в духе греческих трагедий, нашли друг друга. Отцом-основателем Медведковской ОПК считается бывший офицер КГБ Григорий Гусятинский, Гриша Северный. До 1990-х он трудился в органах, однако с началом криминального беспредела смекнул, что есть шанс урвать большой куш и развернул бурную деятельность вне закона. Бойцов Гусятинский набирал в спортзале, оборудованном в бомбоубежище столичного района Медведково, от этого и пошло название группировки. В качалку самовлюбленный, но не особо уверенный в природной внешней привлекательности Григорий ходил давно, мощные мышцы повышали его самооценку. Занимаясь становой тягой, он между делом изучал окружающие его контингенты, пользуясь особистским опытом, пытался определить, кто из качков наиболее надежный. В один из дней в тренажерку заявился живущий неподалеку Андрей Полев. Оценив повадки новичка, Гусятинский понял, что это перспективный парень. Будущий лидер криминального сообщества по кличке Карлик, из-за маленького роста, Андрей Полев родился в 1962 году в семье заводского рабочего и домохозяйки. В учебе особых успехов не достиг, однако по окончании школы все же сделал попытку поступить в ВУЗ, которая окончилась провалом. Пожурив сына, отец предложил ему устроиться на завод, но тот наотрез отказался, идти по стопам советчика, работающего пять дней в неделю от звонка до звонка, он не желал. По блату нашел вакансию мясника в близлежащем гастрономе. Орудовать разделочным топором пыли он нравилось, да и за место он держался, во времена тотального дефицита кусок мяса в доме был не лишним. Профессия мясника требовала хорошей физической формы, за которой Андрей ходил в качалку, где встретился с Гусятинским. Банда-невидимка. На предложение нового знакомого крышевать коммерсантов Андрей с энтузиазмом согласился и предложил Гусятинскому еще одну кандидатуру, своего младшего брата Олега. Тот в судьбоносный день тоже был в качалке и прислушивался к их разговору. В юности Олег грезил карьерой военного, но помешал его взрывной и безрассудный характер. В 22-го года он подрался с дружинником из-за замечания на улице и получил условный срок. О погонах на плечах пришлось забыть. В итоге Олег, позже он получит кличку Саныч, вместе с Андреем примкнул к Медведковским. Вскоре к ним присоединился Андрей Кондратьев, Кондрат, или Геви, ставший одним из штатных киллеров ОПК, несмотря на эпилепсию, и некто Дмитрий Харин, следы которого теряются в 90-х. Вместе с Гусятинским они составили костяк банды. С вооружением у них в те времена был напряг. По воспоминаниям Кондрата, после вступления в ряды Медведковских ему вручили старенький револьвер. Он был настолько древним, что нельзя было даже рассмотреть год выпуска, да и стрелял этот ствол лишь после взведения курка. Впрочем, киллер быстро навострился с ним работать. Сформировав костяк ОПК, Гусятинский набрал в нее рядовых боевиков и начал действовать. Непокорных коммерсантов, которые отказывались платить дань бандитам, запихивали в машины и вывозили за город, в лес. Там под руководством Олега Полева бизнесменом отбивали почки, ломали руки и ноги, выбивали зубы и уродовали лица. Особо остроптивым угрожали также расправами над членами их семей. Столь жестокими методами Медведковские сумели быстро подмять под себя точки на Покровском, Тушинском и Митинском рынках столицы. Любопытно, что до 1993 года сотрудники правоохранительных органов ничего не знали о Медведковских.